Жизнь, она соткана из побед и поражений. Иногда Господь всех испытывает в нас. Испытания проходят каждый. Наша цель — победа над своей судьбой. Мы должны победить. Поэтому мы и собрались здесь, чтобы двигаться к этой победе. И сегодня мы будем более глубокие темы брать, наверное. Наверное, поэтому так наша беседа и началась, с каких-то очень глубоких ситуаций. Сразу три этих ситуации вскрылись, очень глубоких, трагических таких. И даже вот мужчине, допустим, я и не смог даже объяснить, что делать. То есть настолько ситуация сложная, что она требует длительного участия старших в ней. Потому что, с одной стороны, ему тяжело сейчас будет опасно уходить из семьи, и, с другой стороны, еще опаснее в такой ситуации возвращаться назад. То есть нужно сейчас заморозить эти отношения все. И просто начать работать с вашей супругой для цели прояснения, насколько она способна восстановить нормальную семейную жизнь в принципе. Если она способна, это старшие это решат, вам лучше, конечно, вернуться назад. Это самый лучший вариант для вас. А если не способна, тогда что тут уже можно сделать? Жизнь есть жизнь. Итак, мы с вами говорили о том, что все-таки счастье есть в семейной жизни. Оно есть. И я вижу вот многих даже людей парами пришли сюда. Вижу отношения очень глубокие у людей, развиваются в результате того, что они работают над собой, слушают лекции. И надо стремиться к этому. Мы должны стремиться. Просто у каждого человека свой определенный объем работы в судьбе. Не каждый человек может сейчас похвастаться тем, что он уже достиг таких глубоких отношений, о которых, допустим, поет Анна Герман. А именно о этом мы должны поставить целью. Именно надо понять, что с каждым человеком, с любым человеком, какой бы он сложный ни был, такие отношения можно установить. Потому что мы сначала с вами говорили, что каждый человек является душой, что мы души. И отношения означают увидеть душу в человеке, почувствовать ее. Если ты не можешь увидеть душу, тогда ты видишь недостатки. И тогда нарушается возможность видеть, слышать, понимать друг друга. Можно недостатки увидеть даже в старшем, и тогда отношения со старшим разрушаются. Ну, то есть, как бы поймите, что вот это вот отношение — это сложная вещь. И всегда надо иметь героическое внутреннее состояние, чтобы преодолевать вот эти трудности в отношении, чтобы их побеждать. То, что поет Анна Герман, это скорее не то, что у нас есть, а может быть, у вас уже это и есть. Для большинства людей это цель. Цель тоже надо видеть, чувствовать. Мне до тебя дотронуться сердцем нетрудно. Дотронуться сердцем можно только тогда, когда сердца, между сердцами нет трудностей. А трудности, они возникают, не спрашивая нас об этом. Вот мужчина меня спросил насчет мамы. Он говорит, а почему так вообще произошло? Почему так случилось, что она вдруг раз так и легла? В чем дело? Оказывается, что судьба, она действует не только вот так последовательно. Вот, допустим, есть два влияния времени. Одно влияние времени, оно постепенно в тонком психическом теле увеличивает количество трудностей. Вот у ребёнка трудностей вообще нет в психическом теле. Он поэтому чувствует счастливость в жизни. Детство — это счастливая пора. Даже если ребёнок болен, всё равно счастье есть в его глазах. Родители это чувствуют, радуются ему. Ну, то есть через него очень много энергии счастья вот это идёт через ребёнка. И мы видим, что с возрастом энергии счастья просто так меньше и меньше идёт. И с возрастом человеку всё больше нужно работать над собой, заниматься духовной практикой, чтобы быть счастливым. Всё больше нужно это делать с возрастом. И так действует время, постепенно увеличивает количество экзаменов в нашей жизни. Но есть ещё циклы, цикличное влияние. Означает, что бывает, что раз — и наваливается тяжёлая судьба на человека. И она наваливается неожиданно всегда. Вроде бы всё было хорошо, потом раз — вот этот какой-то период плохой навалился. И у людей рушатся отношения. Не только на здоровье судьба может навалиться, а также на отношения. Всё вроде было хорошо, потом раз — всё тяжелее и тяжелее, как снежный ком наваливается. Зачем так вот эти циклы у судьбы возникают? Зачем? Для того, чтобы мы делали рывки. Рывки духовные, рывки для своей судьбы. Как я уже говорил, что для Бога вот наша спокойная, счастливая жизнь и с точки зрения нашей судьбы, имеет мало значения. Мало значения. Почему? Потому что... Потому что значение имеет вот эти рывки в основном. Поэтому Бог и создаёт нам вот эти вот ситуации, чтобы мы душой крепли. Сначала человеку всегда в этих ситуациях больно. Но эта боль рождает желание понять. Всегда человек стремится понять. Заметили, что даже иногда спать человек не может. Мы иногда не можем спать и постоянно думать, что же делать, что же делать, что же делать. Вот это вот состояние, что же делать, желание понять. А потом способность слушать кого-то, какого-то человека, пытаться почувствовать знания, получить знания через него. Это результат страданий прошлых. Мы не просто так обращаемся к кому-то за помощью. Правда ведь? Сначала кажется, что я и сам всё понимаю. А потом вдруг неожиданно у меня появляется желание кого-то слушать, изучать, пытаться понять человеку. Что он хочет мне донести. Это результат тех страданий, которые мы испытали. Вот эти страдания заставляют нас глубже слушать. Но иногда бывает, что слушать надо ещё глубже, чтобы понять. У меня с моим наставником такое было часто. Он мне что-то говорит, я вообще не понимаю, почему он так мне говорит. А потом я молюсь. И раз, знание приходит в сердце. Это новый плац знания о себе открывается. Понимаете? Целый новый плац знания открывается. Поэтому иногда ты этот плац просто не понимаешь. А потом раз, ты прислушался, помолился и понял. Так протекает судьба. Всегда возможность что-то понять приходит через страдания. Нам нужно вот этот период плохой, тяжёлый получить в жизни. Понимаете? И самое важное, надо также знать, что я должен согласиться с этим в своём сердце. Поднимите руку, у кого сейчас очень тяжёлая ситуация в жизни. Вы все должны согласиться с этим. Вы должны все её принять. Ну, то есть, понимаете, дело в том, что само согласие с этой ситуацией означает первый шаг к победе. Вот если бы взять, допустим, судьбу, нарисовать её как дом, домик. И там есть дверь. Дверь судьбы есть. Есть первый этаж. Допустим, вам надо дойти до девятого. Как вы думаете, что самое сложное? Первый этаж что-то считает. Это правильно. Потом легче уже. Но ещё сложнее вопрос. Подумайте, что всё-таки самое сложное? Открыть дверь судьбы. Открыть дверь судьбы и войти в неё самое сложное. Запомните, что открывает дверь судьбы тот человек, который становится человеком «да» по отношению к судьбе. Не человеком «нет», а человеком «да». То есть человек «да» — это означает «я согласен с этой судьбой». Я согласен с тем, что происходит. Это всё возможно, нормально. Я готов это всё принять. Для того, чтобы было лучше, я готов принять. Для того, чтобы было лучше. Вот смотрите, когда два-две страны не согласны друг с другом, что дальше происходит? Несогласие по отношению к судьбе рождает четыре этапа разрушения жизни. Первый этап разрушения жизни называется... Ну, допустим, можно назвать... Я не согласен. Вот как мы не входим в дверь, и что дальше происходит? Не входим означает не принимаем. Счастье. Что значит счастье? Я принимаю свою судьбу, вхожу в настоящее время. Если я не хочу входить в настоящее время, я не принимаю свою судьбу. Ну, тогда дальше четыре этапа последовательные. Первый, я не согласен. Второй этап. Там зло, здесь добро. Вот там зло, здесь добро. Там плохие люди, здесь хорошие. Третий этап. Они не просто плохие люди, они враги. Враги. И четвёртый этап. Что? Разруха или война. Если между странами, то война. А если в семье, то разруха. Если в здоровье, то неизлечимое заболевание. То есть всегда, когда мы что-то не принимаем, тогда идут вот эти четыре этапа последовательно. Вопрос только заключается в силе судьбы. Иногда судьба до четвёртого этапа не доводит. Только на первом всё остаётся. То есть просто они лучшие, они плохие, мы хорошие. Всё остаётся на этом этапе. Иногда они не просто плохие, а они, ну как бы, вернее, они не такие, как мы сначала. Они нас, мы их не понимаем. Они нас не понимают. Потом дальше второй этап, они плохие. А третий этап, они враги. Понимаете? Ну то есть это везде вот так работает. И как возвращать судьбу? Возвращать судьбу назад надо в молитве. В молитве сначала я чувствую, что они не враги, а просто, ну как бы, люди не такие хорошие. Потом дальше, следующий этап. Они не такие, как мы. Потом следующий этап. Я принимаю этих людей. Они нормальные люди, у них вот такая жизнь, есть свои ошибки. Они в чём-то неправы. Я соглашаюсь с ними. Что так бывает. Это их объём работы. Они страдают, поэтому так себя ведут. У них есть хорошее что-то. Я принимаю людей. Это значит, вхожу в дверь своей судьбы. Все люди, которые нас окружают, от которых мы страдаем, они связаны с нашей судьбой. И если я не принимаю этих людей, не хочу принять свою жизнь, не хочу простить им, принять их. То есть я сначала простить же не смогу, сначала надо принять, потому что прощать ты будешь человека, если ты с ним начал вот такие отношения уже. Отношения да, а не отношений нет. Понимаете? Ты начинаешь принимать этого человека. Тогда в этом случае ты сможешь дойти до девятого этажа, девятиэтажного дома. Отношений с этим человеком в своей судьбе. Отношений с этим человеком. Часто бывает так, что никаких сил нет принять вообще. Кажется, что это невозможно. И именно так всегда и бывает. Меня спросили недавно на лекции, говорят, Олег Геннадьевич, вы всё время судьбу с грязной кухней сравниваете. Говорит, её надо мыть, мыть. Но вот какая-то есть разница между грязной кухней и судьбой. Говорит, разница у меня ощутимая. Я вот читаю, что кухню можно вымыть по-любому, а в судьбе иногда такое ощущение, что это невозможно просто. Вот я объяснил, говорю, да, вот такая разница между кухней и грязной судьбой. Грязная кухня, она, и вот эти предметы грязные все, кастрюли, тарелки, они просто грязные. Они не излучают никакого влияния. А в судьбе вся грязь, она, знаете, что делает? Каждая кастрюля судьбы, каждая тарелка судьбы говорит мне в сердце, ты меня никогда вымыть не сможешь. Это невозможно, меня вымыть, она говорит. Вот в этом и заключается разница между грязной кухней и судьбой. И знаете, чем отличает человек, который кухню моет, от человека, который моет своё сердце в судьбе? Знаете, в чём разница? Человек, который моет сердце, настолько смелый, что он не слушает эти кастрюли. Он не слушает кастрюли своего сердца. Даже чувствуя, что он не сможет вымыть, он всё равно моет. А, спасибо большое. Это вот сегодня у меня такая судьба, я хотел пить, и не было воды. Потом судьба смилостивилась, я стал хорошим человеком. Начал вести себя послушно, и мне принесли воду. Спасибо. Итак, причём интересно, интересно, вот вы заметили, что мы с вами общаемся, я специально вот инициирую побольше отношений, общения с людьми, чтобы вы заметили и поняли, что везде одно и то же. Везде люди должны услышать одно и то же. Я говорю, что надо просто молиться, сначала успокаиваться в сердце, потом побеждать ситуацию в отношениях, потом ситуация вообще пройдёт. Ну, три круга жизни, да? Я всем об этом рассказываю, но каждый человек думает, что в его случае это не сработает. И поэтому задаёт мне личный вопрос. Согласны, да, что вот так происходит всё? Каждый человек думает, что в его случае это не сработает. Почему? Потому что кастрюли его судьбы постоянно ему шепчут на ухо. Безнадёжный случай. В твоём случае безнадёжный. Они ему помогают так думать. Кастрюли судьбы. И кто такой победитель своей судьбы? Это человек, который смело идёт вперёд в решении вопросов своей судьбы. Он не слушает кастрюли. Я вам уже рассказывал, что я иду извиняться перед своей женой, даже если я не считаю себя виноватым. А вот это вот как раз мысль, ты не виноват, ты не виноват, ты прав. Это и есть кастрюли судьбы. Они как раз и разрушают отношения. Потому что у каждого человека такая кастрюля судьбы есть, которая обязательно говорит ему, ты прав, ты прав, не извиняйся. И кто такой смелый человек? Смелый человек по отношению к своей судьбе это человек, который смело идёт и говорит, я могу быть неправым. Он идёт и просто вступает в этот бой со своей землёй, со своей судьбой, вступает в бой. И побеждает. Почему он побеждает? Потому что он имеет на то полномочия. Полномочия находятся в отношении с Богом. Ни один человек своими силами не может стать человеком, да, по отношению к своей судьбе. Ни один человек не может пойти навстречу своей судьбе и решить вопрос. Потому что для этого нужно иметь силы души. У нас обычно сил души очень мало в нашей жизни. Мало. Но если вы будете пользоваться тем методом, это один из методов, я вам предложил один из методов. Есть много разных методов. Все они означают одно — контакт с Богом. Кто-то молитву читает в группе людей, каких-то вместе со всеми, читает молитву. Кто-то развивает духовное общение в группах с людьми. Всегда, когда человек один сам по себе, он не может победить судьбу. Ему нужен контакт с людьми. Поэтому Марина здесь создает вот такие группы общения, чтобы люди все вместе могли побеждать судьбу. У нас есть также клубы «Благость». Вот это то, что я развиваю, этот проект. Здесь также есть, Марина развивает здесь клубы «При тысячи», «Психология три тысячи». Это все, эти проекты нужны для того, чтобы вы побеждали судьбу вместе с кем-то, рядом с кем-то. Вот клубы «Благость», допустим, мы устраиваем совместные молитвы. И на этих молитвах, практикумах, я объясняю еще раз, как настраиваться, как молиться. Я преподаю им то, что я сам понял. Ну, какие-то свои методики, которые помогают тем, кто начал молитву, чтобы быстро развиваться в ней. У нас есть также фестиваль «Благость». Такая небольшая рекламная пауза. У нас есть фестиваль «Благость». Это уникальный совершенно проект. Этот фестиваль дает возможность людям полностью поменять свою жизнь за две недели. Мы специально сделали большой фестиваль, долго, чтобы люди приезжали, они погружались, погружались в отношения со старшими, друг с другом. У каждого человека написано имя, можно к любому подойти, познакомиться, потому что там так заведено, там как большая семья. Вот на этом фестивале «Благость», который начнется уже скоро, 21 октября. Люди знакомятся, часто создают семьи. Этот фестиваль пройдет в Анапе, далеко отсюда, на Черном море. Но если у вас есть смелость, желание, там до сих пор регистрация открыта, можете зарегистрироваться, через две недели ваша жизнь не изменится до неузнаваемости. Там настолько сильно погружаются человек. Лекции идут, концерты, нравственные песни вечерами, йога, цигун, танцы для женщин индийские, различные тренинги, консультации и так далее. Люди погружаются в эту атмосферу, даже на море сходить некогда, часто бывает. Вот. Приезжайте на фестиваль, ходите в клубы, ходите в институт семьи и так далее. То есть не будьте наедине с собой. Человек не может побеждать судьбу наедине с собой. Поэтому я вам предложил на начальных этапах развития личности, когда человек погружается в молитву, а начальные этапы долго длятся, лучше всего молитву читать с кем-то вместе. И звук, вот священный звук молитвы, когда вы слышите, вместе с ним читаете, я вас учил звук этот слушать, даёт вам возможность войти в пространство Бога, выйти из своего пространства, войти в пространство Бога. В своём пространстве, что находится в моём пространстве? В моём пространстве находится боль. Эта боль разрушает разум. Я не могу понять, что мне делать, как мне жить. Я не знаю, что мне делать. Почему? Потому что там больно всё внутри. Мне нужно что-то с собой сделать, для того, чтобы эту боль убрать. У каждого человека какое-то своё решение. Кто-то, допустим, в полночь уходит, пишет стихи, допустим, уходит в путешествие внутри внутри своего счастья. В творчество ударяется для того, чтобы победить судьбу. Кто-то, допустим, едет в святые места для того, чтобы там победить судьбу. Кто-то постится и молится в это время. Ну, то есть, нужно какое-то усилие, какое-то действие. Человек должен какое-то действие совершить сильное внутреннее для того, чтобы вырваться из этой боли своей судьбы. А если не вырваться, то тогда она просто будет душить и душить дальше судьба. И пока человек не пройдёт вот эти стадии, первая стадия спокойствия, помните, мы говорили, успокоиться надо по отношению к проблеме. Вот спросите себе сейчас, я спокоен по отношению к проблеме или нет? Если не спокоен, значит, там Бога не хватает в сердце, не хватает этой энергии, любви. А если спокоен, значит, первая стадия пройдена, внутренний круг жизни я уже прошёл, теперь можно через память о проблеме во время молитвы. Вы молитесь, думаете о Боге и на заднем плане вы помните, для чего вы это делаете, для чего. Вы можете второй круг пройти, начать и думать о проблеме легко и решать её, то есть знания приходят в том круге, что делать, как жить. И потом третий круг это, собственно, победа, сама победа. Три рывка надо в жизни делать. Часто человек спокойно в сердце встал, а дальше ситуацию не решает. Думает, ну всё, мне спокойно, значит, жена вернётся. А она не собиралась ещё возвращаться. Это тебе только внутри спокойно стало. Ты должен же ище с ней наладить отношения, это второй круг молитвы. И третий круг, она должна, совесть в ней, в её сердце должна проснуться. Тогда вот уже победа придёт. А сейчас я вам предложу вот вариант, как человек решает вопросы победы над своей судьбой. Вот как он сам это делает своими какими-то способами. Он поёт о том, что на маленьком плоту сквозь бурей, дождей и грозы я тихо уплыву. Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелёгким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Да? Но мой плод свитый из песен и слов. Видите, то есть плод всегда свитый из звука, со свитой звука. Вот у него спит из песен и слов плод. Вовсе не так уж плохо. Ну то есть, понимаете, человек всегда преодолевает буря, дождь и грозы, он всегда преодолевает звуки. Вот это надо понять. И лучше всего преодолевать даже не наедине с собой на маленьком плоту, а лучше преодолевать с теми, кто соединён с этой энергией Бога. Вот мы вчера с вами вечером повторяли, я желаю всем счастья. Кто почувствовал в сердце спокойствие, поднимите руку. А кто почувствовал, что сможет победить судьбу? Молодцы. А кто почувствовал знание, что делать? Видите, как много мы почувствовали просто за эти 10 минут повторения я желаю всем счастья. Почему? Потому что мы были в пространстве, находились, в котором звучала молитва. Вот это пространство принадлежит Богу. Есть наше собственное пространство, оно живёт в нашем сердце. И когда я молитву наедине с собой повторяю, я живу в пространстве своего сердца в это время. Но если я вспоминаю старшего в это время в этой молитве или вспоминаю алтарь или вспоминаю Бога, то в это время я выхожу из своего пространства и вхожу в пространство Бога. А когда я нахожусь в пространстве Бога, тогда все проблемы начинают сгорать в моём сердце. Это описано во всех священных писаниях, то, что я вам сейчас говорю. Просто я вам метод простой предложил, чтобы мы вместе с теми, кто молится, синхронно начали делать, потому что память о Боге в сердце всколыхнуть очень сложно для любого человека, даже тот, кто тренируется это делать. А когда мы вместе с кем-то это делаем, сразу становится самое сложное, самым простым. То есть мы можем вот эту память включить о Боге просто потому, что кто-то с Богом связан, тот человек, который молится. И тогда в сердце начинает судьба сгорать. Других способов победить судьбу нет.